Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о том, какие ошибки допускает заказчик при выборе бригад, и о том, как они сами подталкивают себя на встречу с плохим исполнителем. Интересно? Поехали! Ни для кого не секрет, когда человеку нужен ремонт, он не задумывается над тем, плохо его делать или хорошо. Конечно, всем нужен качественный ремонт, а главное быстро, дешево, без лишних переплат, и чтобы времени много не потратить. Но уже на начальном этапе все складывается не так, как планировалось. Самый частый вопрос, который я слышу от потенциального заказчика, а сколько у вас стоит сделать ремонт? Такой вопрос может поставить в ступор любого мастера. Представьте, вы звоните в автосалон и спрашиваете, а сколько стоит у вас автомобиль? Какой, спросят вас? У нас их десятки, а еще столько же комплектаций. Или еще. Часто заказчик выбирает 2-3 вида работ и начинает прозванивать все строительные фирмы и спрашивать у них цены. Заносит все это в табличку, потом выбирает колонку с наименьшими ценами и приглашает замерщика. А на встрече еще успевает спросить, а вы точно качественно сделаете работу? Конечно, качественно. А еще у нас полный сервис, работают только русские люди, которые не пьют, не курят и работают по 19 часов в сутки. Вот вам сейчас смешно, а на самом деле все так и происходит. Что в итоге мы получаем до начала работ? Клиент счастлив. Он нашел бригаду мастеров, которые работают быстро, дешево, качественно, а главное хорошим профессиональным инструментом. Какой я молодец, думает про себя заказчик. А все остальные работники, обманщики, накрутчики, ведь честные люди за так дорого работать не должны и цены у них завышены. До этого момента все вроде бы ничего. Осталось подождать пару месяцев и заехать в квартиру с отличным ремонтом. Но на этом приключения только начинаются. Обещанный сервис, как правило, начинается с того, что вам необходимо сделать более 50-60 закупок черновых материалов на протяжении всего ремонта, а потом еще проследить, как этот материал расходуется. Об этом я сниму отдельное видео, где расскажу, как вас честных заказчиков обманывают и накручивают горе строителей. Меньше взяли за работу, больше возьмут с материалов. Ремонт тем временем у вас вроде бы продолжается, но постепенно начинает расти стоимость. А чего вы хотели, скажет мастер. Мы вам назвали примерную стоимость. Всего учесться невозможно, и цифры растут как на дрожжах. Там забыли написать, здесь не учли. Ремонт-то уникальный. Потом выясняется, что и кафель у вас нестандартный, и розеток больше, чем планировалось, и кабеля надо больше тянуть, и обои у вас 50 сантиметров, а мы метровые считали, скажет он. И так далее и тому подобное. Поверьте мне, я этот список могу продолжать еще долго. Запомните, стоимость может измениться только в том случае, если вы внесли изменения в проект, что повлияло на изменение объема работ. Чтобы такого не происходило, необходимо делать качественный проект. Об этом я также сниму отдельное видео, где расскажу, почему необходимо делать качественный проект, который в процессе работы вам сэкономит немалую сумму денег. Но и это еще не все. В процессе работы вы начинаете замечать, что вместо 5-6 профессионалов у вас работает полтора человека, которые то появляются на объекте, то нет. Это объясняется тем, что цены-то у них низкие, и ремонт вроде бы как качественный, клиентам нет отбоя, а заказы терять никому не хочется. Вот и набирают объектов и работают то там, то сям. Да и на русском-то бывает они плохо понимают. Вот тут вы начинаете считать свои нервные клетки и думать, что лучше бы заплатили чуть больше и сделали бы вам все быстро и качественно. И работали бы у вас настоящие профессионалы с хорошим профессиональным инструментом. И вот тут наступает самое интересное. Конфликт с прорабом. Все идет не так, как он говорил на первой встрече. А если у вас доходит до смены бригады, то не каждый хороший мастер придет доделывать и переделывать работу. Ему еще гарантию давать. Поэтому он должен быть уверен в качестве уже проделанных работ. В чем нельзя быть уверенным на том этапе работ, на котором ваш ремонт остановлен. И опять вам необходимо искать псевдоотделочников и круг на этом замыкается. Сделаю небольшую ремарку. Я абсолютно не хотел сказать, что на объекте должны работать 5-10 человек. На квартиру до 100 квадратов вполне хватит и двух профессиональных рабочих с профессиональным инструментом. Поверьте, они сделают работу гораздо быстрее и качественнее, чем 6 человек, вооруженных молотком и зубилом. Именно поэтому я каждый раз говорю, хороший инструмент это не пон-строитель. Это скорость и качество в первую очередь. Еще более глупее искать отдельных людей на разные виды работ. Сначала тех, кто все сломает, потом кто сделает черновую электрику, черновую сантехнику, зальет полы. Человека, кто смонтирует ГКЛ, маляров. Этот список можно продолжать еще долго. Поймите, при таком подходе спросить будет не с кого. Каждый будет валить на другого. При возникновении каких-то проблем вам придется все решать и переделывать за свой счет. Итак, давайте подведем итог. При выборе бригады в первую очередь необходимо ориентироваться не на цену, а на то, каким инструментом они работают и какие услуги предоставляют. Выбирайте ту бригаду, которая возьмет весь объем работ. И если будет необходимо привлечь сторонних лиц, например, на спецмонтаж сюда входит установка кондиционеров, подключение телевидения, интернета, установка дверей, замена общих стояков, то проследят и за их качеством работы. Уточните, кто будет составлять смету, что будет в нее входить и будет ли она меняться в процессе работы. Запомните, если смету составляет третье лицо, который молотка-то в руках не держал, он не знает всех нюансов работы и не сможет качественно провести расчет необходимых работ на объекте. Именно поэтому смету должен составлять сам мастер. Ну и, конечно же, предпочтительнее выбрать тех мастеров, на кого есть рекомендации. Я надеюсь, что это видео будет полезно всем заказчикам. Выбирайте бригаду правильно и будет у вас хороший, качественный ремонт на долгие годы. С вами был Коньков Николай. До новых встреч!